Мечта была одна на всех. Волонтер рассказала о курсантках, выживших в жутком ДТП, фото. Девушки находятся в военном госпитале и нуждаются в помощи. Пострадавшие в жутком ДТП курсантки, которых сбил пьяный майор Владимир Холодный, на территории военного колледжа в Киеве, мечтали стать военными врачами и спасать жизни других людей. Страшная авария перевернула жизнь молодых девушек, и сейчас они сами очень нуждаются в помощи. Волонтер Наталья Воронкова рассказала в своем Facebook об Александре Гуй, Галине Николин и Татьяне Николаевой и о том, как девушки очнулись после ДТП в новой для себя реальности. По ее словам, курсантки жили обычной жизнью девушек 23-24 лет и были невероятно счастливы, так как им удалось осуществить свой первый шаг к мечте и поступить в военно-медицинскую академию. Мечта была одна на всех, стать военным врачом и спасать жизни других людей. Накануне вступления одна из девушек просила маму, ты только молись и держи кулачки, чтобы я поступила. Таки поступили. День 25 августа 2020 года полностью перевернул жизнь этих трех девушек-мечтательниц, написала волонтер и рассказала коротко о каждой из девушек. Татьяне недавно исполнилось 24 года. Она мечтает стать гинекологом. Это та самая девочка, которая в приемном отделении военного госпиталя, на минуту придя в себя после шока и большой кровопотери, открыла глаза, увидела врача-травматолога-полковника ВСУ и в первую очередь произнесла воинское приветствие здравия желаю, товарищ полковник. На глазах у всех присутствующих стояли слезы, написала Воронкова. 23-летняя Галя мечтала стать хирургом, но из-за слишком большого конкурса поступила на врача общей практики воздушных войск. Ее назначили командиром роты, и она, лежа рядом с лестницей с перебитыми ногами, первая взяла себя в руки и начала раздавать команды, что и кому делать, оказывать первую медицинскую помощь, вызвать полицию и скорую, говорится в публикации. Александре 23 года, и она с детства мечтала о профессии. Кардиохирурга, но позже решила быть анестезиологом. Она боец, с детства, после перенесенного заболевания в детстве потеряла волосы, но не опустила руки, еще и пошла помогать другим, работала в Ахмадете. Первые ее слова отцу в реанимации. «Если я смирилась с тем, что нет волос, то смирюсь и с тем, что у меня ноги», рассказала волонтер. Также она указала номер банковской карточки для оказания финансовой помощи всем трем пострадавшим курсанткам. Приватбанк 5168 7456 0514 9878. Имя Воронкова Наталья. Ранее сообщалось, что военные рассказали о майоре Владимире Холодном, который пьяным задавил трех курсанток в Киеве. Также выяснились страшные детали ДТП с курсантками в Киеве, когда майор отъезжал и давил девушек снова.